Окей, отлично. Видео у нас здесь нету, а аватарка почему-то не устанавливается, поэтому будет без нее. Но я думаю, тем лучше, тем лучше видно презентацию. Окей, тогда не будем никого больше ждать, начнем. Меня зовут Виталий Шендерик, я генеральный директор компании C-Reputation, и я выступлю на тему «Как создать и защитить репутацию компании в интернете». Немного о компании C-Reputation. Мы занимаемся созданием, управлением и защитой репутации компаний, различных компаний в интернете. Чаще это известные всем компании, которые показывают по телевизору, по радио, рекламу. То есть это известные бренды, и чем известнее компания, тем больше у нее есть недовольных клиентов, которые могут нанести ущерб репутации компании в интернете, именно в онлайне. Окей, начнем. Для начала нужно понять, что такое репутация вообще. Репутация – это некоторое мнение, которое есть у людей в голове, например, о персоне, о компании, о продукте, услуге, товаре и так далее. Репутация также может объяснить многие явления, происходящие между людьми или даже между странами. Например, на бытовом уровне у людей есть некая репутация на кухне, у жены какая-то репутация, у мужа репутация, и в зависимости от этого они могут принять какие-то решения. И также репутация может объяснить явления, происходящие между странами на высоком уровне. И что такое вообще управление репутацией? Управление репутацией, онлайн репутацией имеется в виду, это усилия, направленные на то, чтобы создавать как можно больше положительных дискуссий о компании или персоне или услуге в интернете. То есть делать все для того, чтобы люди начали больше рассказывать о компании, больше говорить и делали это в положительном ключе. Соответственно, зачем это нужно делать, зачем ей нужно управлять? Ей нужно управлять для того, чтобы какие-либо негативные вбросы, негативные мнения о компании, они не нанесли никакого вреда бренду, бренду компании или персоне. Что можно делать вообще с репутацией? Репутацию, конечно же, можно строить, можно ее мониторить, ее можно управлять, ее можно восстанавливать. Вот последний пункт, это самый, наверное, дорогой из всех пунктов, которые здесь есть. То есть логично предположить, что чтобы не прийти в последний пункт, нужно заняться теми пунктами, которые есть перед ним. То есть, например, если начать строить репутацию, то достижение как бы пункта восстановления, оно, так сказать, отдаляется. То есть вам не нужно потом будет ее восстанавливать, если вы начнете ее строить уже сейчас. Вот, идем дальше. Друзья, если какие-то будут вопросы по ходу вебинара, я думаю, как можно поступить? Можно их написать в чат, например, он здесь публикуется, а потом я вернусь к чату и просмотрю все вопросы и стараюсь на каждое ответить. Давайте посмотрим, что вообще делают успешные компании, про которые говорят у них хорошая репутация. И я здесь разбил компании, так сказать, на три категории. Первая – это компании, которые редко упоминаются в интернете, часто это малый бизнес. Но здесь прям не сильная зависимость между, например, редко упоминается и это малый бизнес, и часто упоминается это большой бизнес. Потому что если мы говорим об интернете, то есть продукты, товары в интернете продаются, которые относятся к малому бизнесу, но про эти товары много говорят. Только потому, что они цифровые, например, только потому, что их продают через форумы или через социальные сети, как они часто упоминаются. На самом деле это малый бизнес. И здесь можно видеть, что, например, редко упоминаемая компания, если она успешная, что она обычно делает? Она, например, размещает пресс-релизы. Она присутствует в ВКонтакте, в Фейсбуке и в других социальных сетях. Она присутствует на форумах. Например, у нее есть официальный представитель на форумах отраслевых. Эта компания регистрирует от своей страницы, от описания своей компании на различных каталогах, на порталах, также отраслевых. И эта компания часто зарегистрирована на сайтах отзывов. То есть она хочет получать обратную связь от клиентов и, соответственно, делает все для этого, чтобы клиенту можно было проще взаимодействовать с компанией. И часто упоминаемая компания. Что делает часто упоминаемая компания в интернете, если она успешная? Она увеличивает количество людей, которые у нее есть в соцсетях или там на форуме. Сторонников, количество сторонников увеличивает. Или в Твиттере. Она мониторит упоминаемость в крупных газетах, журналах, онлайновых имеется в виду. Ну и в блогах, у блогеров, конечно. То есть это важно. Часто упоминаемая компания, важно видеть, что они говорят СМИ, они говорят блогеры. И им важно увеличивать упоминаемость в этих самых СМИ или в блогерах. Что еще интересного здесь можно увидеть? Я здесь привел, есть такой пункт мониторинга существует переходов. То есть успешная компания мониторит, откуда к ней сейчас пришел человек на сайт. Потому что это как раз может быть сигналом к тому, что где-то появился пост. То есть система мониторинга не отмониторила какой-то там нишевый сайт, непопулярный. То есть не добралась до этого системы мониторинга. И по метрике можно сразу же моментально отследить источник перехода и, соответственно, понять, где начали говорить о компании, куда приходит представитель компании, поддерживает разговор. Ну или, в лучшем случае, решать жалобы клиентов. И вот между... А что еще есть? Успешные компании, часто упоминаемые, они демонстрируют, что им важно то, что говорят о компании. То есть она показывает всем это, всем своим видом. Она реагирует на все упоминания, в том числе и положительные о компании. Ну и, конечно же, она моментально реагирует на негативные упоминания. И пытается, что самое главное, решить проблему клиентов. И вот между вот этими часто упоминаемыми и редко упоминаемыми компаниями есть большая достаточно пропасть. То есть здесь находятся компании, которые частично делают, например, публикацию пресс-релизов. Находятся компании, которые начали уже мониторить упоминаемость о себе. Ну, то есть это вот здесь большой кул, большое количество различных компаний. Идем дальше. Что еще делают успешные компании? Успешные компании, конечно, застроят каналы влияния. Потому что, чтобы формировать мнение о вашей компании в интернете, вам нужна некая так платформа, с которой вы можете это делать. Что это может быть за платформа? Например, это может быть ваше активное сообщество в социальных сетях. Например, в ВКонтакте есть группа. Вы делаете там механики, делаете там конкурсы. И люди сильнее запоминают ваш бренд, потому что они с ним взаимодействуют. И, соответственно, эти люди могут вступиться за ваш бренд, если случится что-то там, какой-то вброс негативной информации. Кстати, немного отступлю. Здесь есть в самом низу такие квадратные скобки. Здесь, может быть, даже на каждом слайде будут некие рекомендации. То есть, что я рекомендую. Вот это, например, в данном случае, это платформа, как стать заметным в интернете. Это книга, которую можно купить в интернете. Она очень классно описывает как раз-таки про то, как построить платформу, с которой можно вещать, с которой можно информировать общество о том, что существует в вашей компании, ваш продукт, ваш бренд. Так, идем дальше. Из чего еще люди формируют мнение о вашей компании? Они смотрят, конечно же, на отзывы, которые есть в интернете, и смотрят на рейтинг этих отзывов. Например, они открывают какой-нибудь популярный сайт отзывов, например, Flamp.ru или Yel.ru, или о работе нет, и смотрят, что же там люди пишут, читают, конечно же, обращают внимание на оценку. Особенно это важно, например, если ваша компания – это ресторан, либо это отель, то там важна средняя оценка, потому что отзывов там зачастую очень много, и прочитать их все и сделать какое-то правильное представление сложно. Поэтому человек обратит на среднюю оценку, и если она, например, 3 из 10 – это оценка, то, конечно же, это никак не мотивирует его посетить именно ваш отель или ваш ресторан. Ну, если оценка высокая, например, 8 из 10 или 9 из 10, это очень классный результат. Никто здесь не требует, чтобы… не нужно делать оценку 10 из 10, потому что такие оценки, они вызывают вопросы и появляются сомнения. Как… что еще есть у успешных компаний, которые строят каналы влияния? Они, конечно же, размещают как можно больше статей в интернете. То есть по названию вашей компании, например, набираем «Рога и копыта Яндекс» или там «Компания Ромашка» и видим много интересных статей, которые размещены на каких-либо популярных ресурсах. Соответственно, можно сделать вывод о том, что эта компания, она скрывает о себе информацию, можно что-то из этих статей узнать, то есть ей не все равно, как она выглядит в интернете, что люди о ней думают и что о ней прочитают. Что важно еще при создании канала влияния? Важно увеличивать количество упоминаний на отраслевых сайтах, например, в строительной тематике, там, где строительство домов, есть очень большие, мега-большие порталы строительные, где есть клиенты, с одной стороны, обсуждают компании, и есть представители компаний, которые отвечают на вопросы клиентов. Это, например, такие форумы, ну вот в России это MasterCity.ru, то есть это большие отраслевые форумы, и на этих форумах очень важно присутствовать, чтобы отвечать на вопросы клиентов, для того, чтобы формировать правильное представление о вашей компании. И важно увеличивать, так сказать, количество людей, количество сторонников на этих порталах, на этих форумах, чтобы если кто-то написал сообщение неприятное, либо это, может быть, тролль появился, то сторонники вашей компании, они могли бы вступиться за вашу компанию. Часто это можно видеть, например, я часто вижу, если открыть бренд, какой-нибудь известный, там, Аэроплот, или там, ВКонтакте группу, то если там какой-то человек написал жалобу, либо вопрос, то там часто можно видеть, что совсем не заинтересованный человек, просто представитель этой группы, просто он там в этой группе состоит, он часто быстрее отвечает, чем сам представитель компании. То есть он какой-нибудь от себя совет может дать, либо там ступиться за компанией, там, ответить, так сказать, на этот вопрос. То есть такое похвак-то можно видеть. И люди, конечно же, обращают внимание на то, как много вы количество жалоб обработали. То есть если вы оставляете жалобы без ответа, то вам это аукнется в будущем, потому что количество жалоб будет накапливаться, это количество жалоб, оно еще сильнее будет видно в его поиске. Соответственно, если вы не реагируете, то люди будут думать, что вам все равно, и, соответственно, они будут перекладывать это на себя. То есть если вас пользуется вашей услугой, то если вдруг случится такая ситуация, то они будут думать, что вы им не поможете. Поэтому, когда вы реагируете на жалобы, на упоминания, думайте больше не о том, как удовлетворить до жалобного клиента, а о том, как написать так, чтобы у зрителей, которые будут читать ваше реагирование, сложилось правильное мнение о вашей компании. Идем дальше. Кстати, в чате вижу вопрос, что спрашивают, будет ли запись вебинара. Да, запись вебинара, я смотрю, ведется, то есть горит красная кнопка, поэтому я думаю, что запись вебинара, она должна быть. Так, идем дальше. Нужно думать о том, какая активность у ваших, так сказать, сообществ. То есть, обязательно сообщества ВКонтакте, это могут быть фолловеры в Твиттере. Нужно обращать внимание на то, активны ли они, активны они или нет. Потому что, например, две ситуации. Первая, это когда у компаний в группе очень много человек, и эти люди никак не реагируют на месседж бренда. То есть, когда что-то публикуется от лица бренда, эти посты, эти сообщения не получают ничего. То есть, не получают репостов, не получают лайков. По сути, всем безразлично, что бренд публикует. И для такого бренда, по большому счету, абсолютно неважно, какое количество у него пользователей в группе. Потому что, ну, вы публикуете какой-то контент, а на него никак не реагирует. То есть, это одна ситуация. А другая ситуация, например, у вас, вы очень качественно подходите к построению сообщества в группе, и у вас мало людей, ну, это может быть 100 человек, 200 человек в группе. Но эти люди, они активны, и они часто реагируют на ваши сообщения. Здесь вот, в самом низу, есть такая ссылка, JG Jam.com, в этом рекомендательном блоке, да, как я уже сказал, блок рекомендаций. Я буду приводить разные сервисы, примеры, которые могут помочь в работе маркетолога в работе менеджера, который занимается репутацией компании. И здесь, в этом сервисе можно, что делать? Можно сканировать группы и понимать, какое ядро, например, аудитории активно, какое менее активно. Например, ядро К1, это люди, которые, например, сделали одно действие, там поставили один лайк, там ядро К5, это люди, которые отреагировали, там, пяти лайками на разные пять сообщений. То есть, нужно понимать, что это сильно разные люди для вас, для бренда. И возможности ВКонтакте, например, позволяют таргетировать рекламу только на этих людей. То есть, можно выделить из вашего большого сообщества тех людей, которые часто реагируют на посты от лица бренда и, соответственно, им показывать одну рекламу. А люди, которые совсем никак не реагируют, им можно показывать другую рекламу. Например, что еще позволяет сервис? Можно просканировать сообщество конкурентов и выделить оттуда людей, которые реагируют на упоминания. И этим людям можно тоже показывать свой баннер, свою рекламу, свои текстовые объявления ВКонтакте. А можно сделать вообще классную штуку, спарсить, собрать все ID номера пользователей в ВКонтакте и запустить рекламную кампанию в ВКонтакте с таргетингом только на этих пользователей. Соответственно, не нужно тратить бюджетов на то, чтобы показывать свою рекламу по классическим таргетингам, например, только по возрасту или по географии, по дату окончания вуза. То есть такие вещи классические. Можно чисто таргетировать рекламу на тех людей, которые состоят в сообществах ваших конкурентов. Ну и, соответственно, сильно сэкономить бюджет и привлечь уже только целевую аудиторию. Важно, так сказать, знать, где разместить контент и как его разместить в контент. Вот самый простой способ понять, где разместить контент, это, например, взять успешных конкурентов, вбить название их в Яндексе и посмотреть, где они размещают свой контент. Где они публикуют там карточку компании, описание компании или новости. И, соответственно, сделать так же. То есть из логики такой, что у них получилось, значит, у вас получится. То есть вы идете на тот же портал, связываетесь с контактом, по контактам указанным и договоритесь с тем, чтобы размещать ваш контент тоже. Важно делать контент под формат площадки. То есть если вы размещаетесь, не размещаться на новостном сайте, то, понятное дело, что у вас должен быть контент под этот формат. Сейчас наметилась такая штука, что особенно это связано с обменом аудитории, с бартерами. То есть когда один сайт, например, или одна компания отправляет анонс, например, чего-нибудь по своей базе подписчиков, а другая компания по своей базе подписчиков. И вот эти компании, они меняются текстами анонсов. И плохо, когда вы отправляете анонс в том виде, в котором вам прислали. То есть часто этот анонс он рекламный, носит рекламный характер. А люди, они не любят рекламу. Им нужен интересный контент. Поэтому думайте о контенте на самом деле. Не думайте о том, как вам прорекламировать свои услуги, свой товар. Вам нужно думать о том, как вам дать какой-то полезный контент. В этом полезном контенте вы и так будете рекламентироваться. Поэтому, если кому-то это будет интересно, или ваш товар, услуга, продукт, компания заинтересует кого-то, то они и так обратятся. Поэтому не старайтесь как можно больше места засунуть рекламные тексты. Старайтесь взять одну площадку, посмотреть, какого типа контент там размещается, какие новости, какие разделы вообще на сайте есть. если вы будете размещаться на новостном сайте. И договариваясь с редактором, ему уже предлагать, что вот в таком-то разделе вы хотели бы подбивать там такого рода контент, аналитическому каналу. Ну, естественно, там будет ссылка на источник, как на вашу компанию. Если это все вам кажется сложным, да, то есть, если пойти на там тематический портал и договариваться вам это все тяжело, а потом нужно еще готовить контент, и вдруг на самом деле самое тяжелое, то есть некоторые выходы. Есть биржи миролинкс.ру, есть биржи prsap.ru. То есть, если кто не знает, можно их записать себе. Там есть возможность размещаться, размещать свои новости на тысячах новостных сайтах. То есть, на этой бирже есть возможность несколько кликов размещать свой контент для того, чтобы он потом легко искался в поисковиках. Ну, и здесь в блоке рекомендаций есть такой сервис, как Bit.Blogger. Сервис распространения пресс-релизов его тоже можно использовать. То есть, я его тоже рекомендую. Этот сервис вы отправляете туда свой пресс-релиз, а он отправляет множество пресс-релизов приемников. Ну, и в зависимости от этого контента от качества этого контента и этого пресс-релиза, который вы отправите, он может потом перепубликоваться на других ресурсах. Ну, и часть этих ресурсов отображаются, например, в Яндекс.Новостях, в Кугл.Новостях. И, соответственно, при поиске по Яндекс.Новостям этот контент тоже будет отображаться, если вы ввестите на качественном сайте. Ну, а качественный сайт может отнесить только качественный контент. Поэтому, в любом случае, все упирается в контент. блок, так сказать, формирования репутации. Помните о том, что, кто вообще формирует мнение о вашей компании? Мнение о вашей компании формирует, конечно же, вы, ваши клиенты, сотрудники, партнеры, конкуренты, журналисты, все они, они формируют мнение о вашей компании. Вам нужно знать, где они формируют, что это могут быть сайты отзывов, это могут быть форумы, в социальных сетях они формируют, в онлайн газетах, журналах. Ну, и с помощью чего они это формируют? Например, с помощью отзывов, мнений и статей. Ну, и, соответственно, зная это, вам нужно поработать с каждым пунктом отдельно. Ну, например, сотрудники тоже формируют мнение о вашей компании. Правильно? Вот, например, я недавно остановился в гостинице, и там заказывал такси. Кто заказывал такси, просто, чтобы мне вызвали такси, а человек на ресепшене предложил мне, чтобы я записал, чтобы он проектовал мне номер телефона, чтобы я сам вызвал такси. Ну, соответственно, какое мнение у меня будет об этой компании, об их сервисе? Да, поэтому вам нужно обучать сотрудников, которые работают в вашей компании, которые непосредственно общаются с клиентами. Потому что они должны понимать, что то, как они общаются с клиентами, такое мнение у клиента и будет. Поэтому вам нужно подумать о всех точках соприкосновения с клиентами, сотрудников ваших с клиентами и обучить сотрудников. Ну, клиенты тоже формируют мнение, они могут пойти на сайт отзывов, написать, порекомендовать вашу компанию или наоборот поругать вашу компанию. И это могут быть журналисты. Журналисты могут публиковать вообще новость в СМИ. Блогер может в своем блоге написать мнение о вашей компании. Что можно было бы сделать? В идеале, конечно, бы заняться, то есть репутация, если она формируется сама, она часто формируется хаотично. И она формируется не в пользу часто компании. Поэтому идеальным решением, если сейчас мало отзывов в интернете, мало обзывов в форумах, а вас мало пишут на новостных сайтах, то вам нужно ускорить этот процесс и пойти договориться о публикациях, договориться упоминать себя на форумах. Сейчас дальше, кстати, не дальше, а вот в предыдущем слайде. Вот и был в предыдущем. Это было в самом начале. Здесь я рекомендовал commenshop.ru. В commenshop.ru там можно купить, например, упоминания на популярных форумах. То есть на выбрать форум популярный, этот сервис привлечет лидеров мнений на этом форуме и у них можно заказать у этих лидеров мнений упоминания о вашей компании. Ну, например, взять косметический бренд, какой-нибудь вынутый косметический бренд, вы идете на woman.ru на форум или еще на какой-нибудь крупный женский форум, привлекаете туда лидеров мнений и эти лидеры мнений публикуют именно то, что вы хотите. То есть это некий такой следующий уровень скрытого маркетинга. Да, Татьяна спрашивает про BitoSniper. Здесь вот внизу в блоке рекомендации я написал тоже рекомендую этот сервис. Зачем он нужен? но этот сервис нужен для увеличения продаж. Он на эту тему сделан. Но как он работает? То есть вы когда коммерческое предложение отправляете клиенту, если вы B2B компания, если вы продаете товар не конечный пользователь, какой-то другой компании, если вы продукт продаете. на B2B отправляете коммерческое предложение этой компании и вашему менеджеру по продажам придет смс, когда с той стороны лицепринимающий решение откроет ваши коммерческие предложения. И также придет продажник смс, когда с той стороны потенциальный клиент закроет коммерческие предложения. То есть это некий сигнал к тому, когда нужно в какой момент времени продажнику связываться по телефону с клиентом и обсуждать уже детали коммерческого предложения. Но здесь я привожу этот сервис не для того, чтобы вы эту штуку использовали, а для того, чтобы дополнительную ее функцию использовали. Например, второе действие, вторая функция этого сервиса, что вы когда отправили КП, клиент его открыл, его компьютер метится по кукам и его после этого догоняет баннер. интернете. То есть именно этот компьютер, с которого он открыл ваше коммерческое предложение, ему будет показываться ваш баннер. И соответственно на этих баннерах может быть посыл, который формирует мнение, формирует некую репутацию вашей компании. И у потенциального клиента может сформироваться мнение, что вы просто суперлидер отрасли, потому что вы смогли накрыть весь интернет баннерной рекламой прохода мимо вашего баннера. Стоимость для вас будет копеечная, потому что баннер будет показываться только этому пользователю. Соответственно, вы платите только за такие единичные точечные показы конкретным людям, а не всем подряд кому 30 лет, их 30-40. Сейчас рынок уходит от таких критериев таргетинга по возрасту, по полу, то есть это уже все сильно не то, потому что количество компаний, у которых целевая аудитория от 25 до 35 лет мужчин и женщин с высшим образованием, количество компаний, которые за эту аудиторию работятся, она уже просто зашкаливает. Поэтому появляются такие инструменты, которые позволяют точно показывать баннер. Важно знать, каким каналом, то есть важно понимать, каким каналом вообще люди доверяют. Было исследование, результаты которого показали, что 92% людей доверяют мнению людей, которых они знают, но как бы можно было влиять на мнение людей, которых они знают. то есть смысл какой, что у вашей целевой аудитории есть друзья, и вам нужно каким-то образом повлиять на этих друзей, для того, чтобы они повлияли на вашу целевую аудиторию. То есть таких технологий, наверное, на рынке сейчас нет, но может быть в этом и такое появится. И вот на втором месте стоит пункт, который называется «Люди доверяют мнению, опубликованному в онлайне». То есть если они читают отзывы про вашу компанию, людям смысл не доверять этому отзыву, потому что они считают, что отзывы эти оставлены такими же потребителями, такими же людьми, как и они, то есть не заинтересованными в продаже услуг, товаров компании. Поэтому компании сейчас этим активно пользуются. К чему я вас призываю активно собирать отзывы, для того, чтобы люди могли их читать и принимать правильное решение и продавать правильное мнение о вашей компании. Идем дальше. К моменту, как собирать отзывы. То есть это достаточно важная штука сбора отзывов. Все знают, что такой факт, что, например, люди неохотно пишут отзывы. Люди неохотно пишут положительные отзывы. А вот негативные пишут очень охотно. Но на самом такое существует. Люди пишут больше негатива, чем позитива. Но есть и другой момент, что компания в большинстве случаев не просит покупателя оставить отзыв. И вот это зря она не делает. Потому что чем больше вы собираете отзывов, тем меньше негативного влияния оказывают негативные отзывы. И вот люди не оставляют отзывы, потому что им лень. И люди не оставляют отзывы, потому что они забываются. Если вы решаете эти две проблемы, то процесс получения отзыва становится сильно проще. вот например как решает проблему отзыв Booking.com или Airbnb сервис. Это сервис, через который можно забронировать жилье или гостиницу. соответственно вы пожив в гостинице или в квартире съемной, вы когда уезжаете, вам этот сервис присылает письмо. Вам присылают на электронную почту, потом вам присылают сообщение через приложение, что оставьте отзывы, вот были в такой-то гостинице, хотелось бы узнать ваше мнение. Поэтому вам нужно делать подобную штуку, вам нужно напоминать людям о том, что нужно оставить отзыв. А как это можно делать? Это можно делать с помощью отправки электронного письма, после того, как человек получил вашу продукцию, вашу услугу, он ей воспользовался, оплатил и так далее. Вы отправляете ему письмо с просьбой оставить отзыв. Вы, кстати, в этом письме можете сразу указывать ссылку на Яндекс.Маркет. Почему бы нет? Все знают, что на Яндексе.Маркете не так-то просто накрутить отзывы. И эти отзывы были бы очень ценными для компании. То есть никто не мешает отправлять письмо, тем более если, например, в интернет-магазин, то отправлять письмо на автомате клиенту, после того, как он купил, оплатил товар и получил, составляет особого труда. Как еще можно? Можно мотивировать человека к тому, чтобы он оставлял отзывы. Например, что-то ему дать взамен. Например, устроить какой-то конкурс, розыгрыш в группе. Если фантазировать, курьерская служба, она доставляет посылки и, например, конкурс в группе, что-то сфотографируй свою посылку, кто больше лайков наберет, тому какой-то подарок. Ну и люди после получения посылки начинают фотографировать эту посылку, которую курьер привез, и выкладывать ее в группу. Ну и соответственно появляется некая механика, некая динамика. Так, следующий пункт заметный призыв на странице товара с сайта. Многие этим пренебрегают. На многих сайтах нету функции оставить отзыв о товаре, который они приобрели. Поэтому, если до сих пор на вашем сайте нет такой функции, потрудитесь найти программиста, который за час-второй прикрутит к вашему сайту такую функцию. Так, это то, как напоминать. Важно еще человеку упростить, потому что люди не могут писать сами отзывы. То есть, если человек упростит написать отзыв о компании, то он напишет что? Он напишет ну все хорошо, мне понравилось и так далее, всем рекомендую. То есть, этот отзыв будет как заказной. Он будет выглядеть как заказной. В этом весь парадокс, что часто настоящие отзывы выглядят как заказные. Ну, положительные отзывы выглядят как заказные. Поэтому, если вы хотите, чтобы отзывы не выверили как заказные, вам нужно дать человеку опорные точки. Его нужно спросить, задать ему вопросы. Только эти вопросы не должны подразумевать однозначно ответом «да» или «нет». Здесь вот список вопросов я привел, почему выбрали именно нас или что привело при словом «с трубсу с нами». То есть, какие-то конкретные вопросы, которые помогут человеку ответить не «да» или «нет», а больше рассказать об этом. Например, кому вы порекомендуете нашу компанию? Я порекомендую свою компанию маме перед друзьям. и так далее. И в идеале у человека взять его персональные данные. Например, его имя, где он работает, какую должность. Это больше для B2B, чтобы можно было выложить это всегда на сайте или на межских предложениях. То есть, чем больше персональных данных и больше деталей, указанных в отзыве, тем больше доверия они вызывают. Идем дальше. Ну и конечно же все эти отзывы собраны нужно использовать на своих сайтах, в своих брошюрах, в своей рекламе. Следующий слайд посвящен тому, как реагировать на негативные отзывы. На негативные отзывы нужно реагировать следующим образом. Во-первых, нужно человек поблагодарить за то, что он потратил свое время на то, чтобы написать этот негативный отзыв. Обязательно нужно в отзыве подчеркнуть позитивные моменты. То есть, например, человек написал, ну вот если снова говорить о доставке, то есть курьерская доставка, человек написал, что доставка была очень медленная или очень долгая, курьер приехал за два часа, а обещал за один. И здесь можно подчеркнуть какой-то позитив, какой позитив. Ну, рассказать о том, что, точнее, не то, что здесь позитив какой-то подчеркивается, да, здесь не говорится сейчас о позитиве, здесь конкретно негатив, но этот негатив нужно перевести в позитивные слова, то есть нужно сказать человеку о том, что, ну, извините за то, что курьер недостаточно быстро приехал, да, то есть человек написал очень долго ждал, а вам нужно недостаточно быстро приехать, не то, что курьер, извините за то, что курьер долго ехал, а за то, что недостаточно быстро, то есть нужно акцентировать внимание на каких словах. Конечно же, нужно перед человеком извиниться за проблему, которую он получил в связи с заказом товара или там пользованной услугой, показать свою заинтересованность и, конечно же, нужно решить проблемы клиента, то есть нужно связаться с клиентом, нужно возместить ему все убытки, которые он понес, его там моральные какие-то, какой-то моральный вред и так далее возместить. И очень важно не забыть, то есть самое последнее не забыть написать публично в этом же отзыве, на этот отзыв негативный, как решена проблема, что вообще по факту она решена, потому что людям нужно помнить снова, как я говорил, про людей, которые будут зрителями, потому что люди просто смотрят, мало кто будет там писать или что-то еще там реагировать и так далее, поэтому они смотрят, смотрели, оценили и дальше пошли, поэтому вам нужно помнить, какое мнение сформируется о вашей компании, когда потенциальный клиент прочитает то, как вы отреагировали на жалобы такого же клиента, как его. То есть не забывайте писать результат решения вашей проблемы. Ну и, конечно же, нужно доработать бизнес-процесс, чтобы повторных жалоб, повторных негативных отзывов в дальнейшем не происходило. Не забывайте, что отзыв, реагирование, которое вы пишете, желательно нужно сделать от сотрудника, у которого высокая должность. То есть если вы напишите, что там, то есть если реагирование будет делать менеджер по продажам, и он напишет должен быть менеджер по продажам такой-то, то это будет не так хорошо, как если бы напишет, будет написано там начальник отдела такого-то или руководитель направления такого-то, генеральный директор, да, и обязательно нужно указать свою фамилию, свою фамилию и имя, чтобы человек понимал, что он общается тоже с человеком, а не с корпорацией, корпорацией сообщества на сайте. То есть, например, вы устанавливаете эту штуку себе на сайт, например, на поддомен, это называется там отзывы точка namebraint.ru, например, на вашем сайте, на поддомене. И зачем это, почему это важно? Вот приведу пример. Если я хочу пожаловаться в Сбербанк, на какую-то услугу или что-то, то есть, хочу на что-то пожаловаться, то мне, как клиенту, мне непонятно, куда идти. И часто в таких ситуациях клиент просто выбирает в Яндексе название компании или там название компании отзывы и на первый попавшийся сайт заходит и там вот пишет весь свой негатив. Чтобы этого не было, у вас должно быть определено четкое место, где клиент может пожаловаться. И это четкое место как раз вы сможете сделать с помощью этого сервиса какие-нибудь. И в чем преимущество? В том, что вы, когда у вас накопится большое количество жалоб, вы их все обработаете, вы реагируете на каждую, вы можете все лишнее потом убрать, например, в папку архив. То есть, перенести это в другую папку, чтобы оно не было в самом верху. И, соответственно, эта штука поможет, например, уменьшать количество негатива, которое может появляться по бренду в поисковиках. Потому что люди будут уже идти не на те различные сайты отзывы, которые находятся в поиске, а будут идти сразу на эту площадку. И чтобы наверняка они туда шли, можно поставить объявление в спецразмещение Яндекса. Вот, например, мы делаем по автосалонам, ставим в спецразмещение Яндекса ссылки на сайты по отзывам, которые мы администрируем. Кстати говоря, администрируем более 100 сайтов отзывов. И мы размещаем ссылку в спецразмещение на эту страницу. Сразу же мы создаем классное описание автосалона. И по нашей статистике, которая в директе есть, 33% аудитории переходят по этой первой рекламной ссылке, которая там есть. А рекламная ссылка называется, что, например, все жалобы и проблемы решаются здесь. Или все правдивые отзывы от реальных клиентов здесь. И люди переходят или читают все эти отзывы, читают классное описание компании и, соответственно, формируют положительное мнение о компании. Поэтому вот этой штукой, как Яндекс.Директ, в спецразмещении по репутационным фразам ей нужно пользоваться. Даже если, например, в Яндексе набрать reputation, мы все же пользуемся спецразмещением. там есть ссылка на то, чтобы, например, связаться со мной, там есть ссылка на нашу статью, на executive по-моему. Вот, то есть это классная штука для репутационного маркетинга. И второй сервис ZenDesk. Зачем это надо? Надо это, чтобы, если у вас в компании есть секретарь, который обрабатывает входящие заявки, то наверняка у вас были случаи, когда заявка терялась. Или заявка кому-то уходила, то есть секретарь переправлял заявку ответственному лицу, по ее мнению, что это ответственное лицо, и эта заявка, на нее потом никто не отвечал на это письмо. То есть его письмо переправили, письмо где-то там потерялось, генеральный директор об этом не знал, что она где-то потерялась, и что Василий не ответил на это письмо. Соответственно, это очень что-то, который написал на такое письмо, и на него не получил ответ, у него будет неправильное представление о вашей компании. Чтобы заявки не терялись, чтобы каждое письмо было обработано, и на каждое письмо ответил человек, который ответственный за эту функцию, можно воспользоваться этим сервисом который превращает все входящие письма в заявки. Это некая СРМ-ка, где ваш секретарь не переправляет на почту, а выбирает ответственного лица, и у него в интерфейсе отображается эта заявка, это письмо. Соответственно, каждому письму присылается номер, и он уже никогда не потеряется. То есть нельзя сказать, что он где-то потерялся. Далее, как вообще реагировать на негатив, который можно получить от конкурентов. Во-первых, нужно привести свои аргументы, почему отзыв вообще ложный, и не публиковать эти аргументы сразу, а для начала отправить его администратору сайта. Чтобы администратор сайта принял решение, что действительно этот отзыв, который там негативно написан, но он написан конкурентами, и его следует конечно же убрать. Но зачастую, как показывает практика, администраторы не спешат удалять негативные отзывы, даже если он там откровенно странный. И в этом случае единственный вариант, который можно использовать, это сделать такую штуку, что если отзыв не удален, то в этом отзыве желательно ответить так, что мы бы хотели разобраться в ситуации, но по нашим данным такой покупки не было в магазине, связывайтесь пожалуйста с нами по телефону какого-то, чтобы мы могли собрать больше информации и решить проблему, если заказ был сделан действительно в нашем магазине. Поэтому этим шаблоном тоже можно пользоваться, если где-то конкурент разнесел у вас негативный отзыв заказной, или какой-то спамный отзыв, или какой-то страниц, вы связались с админом, и он никак не реагирует, поэтому это один из выходов. Дальше вопрос как отбиться от атаки на бренд в интернете. Ну, конечно же, нужно понимать, кто атакует. Это может быть лояльный клиент, который у вас что-то часто бывает. Кстати, между лояльным клиентом и адвокатом бренда на самом деле есть еще тип человека, который называет человек, который купил первый раз. То есть, этот человек купил первый раз, только попробовал у вас, и у него сразу есть какие-то жалобы в сторону вашего товара, либо есть предложение. Ну, далее нужно определить силу влияния этих людей, то есть, сколько у него друзей, есть у него фолловеры, сторонники и так далее. В социальных сетях, либо на форумах, кто-то его поддерживает или нет. И, соответственно, с этим вам нужно уже выбирать способ общения с этим человеком. Возможно, с этим человеком не нужно никакого способа общения, если это где-то опубликовано в таком месте, которое совсем не представляет никакого гроза. То есть, что-то там сильно маленькое, где-то в дебрях интернета, и, может быть, оно вообще даже не индексируется поисковиками, а тот человек явно неадекватен. Поэтому здесь тоже нужно принимать решение по тому, как реагировать или не реагировать. Ну, и здесь в рекомендациях commentshop.ru сервис для того, чтобы лидеры мнений писали о вас то, что вы хотите на форуме. То есть, например, у человека есть 500 сообщений на форуме, и он готов опубликовать какое-либо сообщение в какой-либо ветке. Таким образом, если идет атака на ваш бренд на каком-то форуме, то отличным решением данной проблемы будет, например, привлечь с этого форума. На этом форуме несколько человек, у которых много сообщений, например, более 500 сообщений у каждого, чтобы они вступили за ваш бренд, чтобы они поддерживали ваш бренд в этой ветке. То есть, одни люди, например, выливают негатив, а вы со своей группой поддержки отбиваете эти атаки. Ну, естественно, кстати, вот если тролль, да, часто спрашивают, а что делать, если там троллят, то, ну, например, можно использовать нашу методику, которую мы используем для клиентов. Если нашего клиента троллят, то на площадке заводится наш тролль, который троллит этого тролля. То есть, наш тролль троллит тролля. И это неплохо работает. Так, идем дальше. Как удалить клевету из интернета? Возможно, кто-то не знает, надо писать, но нужно написать, конечно, сначала админа. Нужно написать ему в неагрессивном стиле. Потому что недавно была ситуация, когда строительная компания, она увидела много-много негатива там по своей компании на сайте отзыв, и она написала длинное письмо, содержащее много неприличных слов на этот сайт отзыв, то есть, администратор отправила. Этот администратор сайта не придумал ничего лучшего, как взять то, что этот человек написал со скриншот и отнести это к блогерам, которые занимаются освещением деятельности стартапов. и так далее. То есть, популярный блогер с огромной аудиторией публиковал статью, в которой были выложены все вот эти письма от руководства строительной компании со всеми этими некрасивыми словами в сторону сайта отзыв. Поэтому никогда не нужно с администраторами ресурсов, с администраторами сайта отзыв общаться с негативными ключами. особенно начинать с этого. После того, как вы написали админу и вы не получили нужного результата, можно написать хостер, жалобу, то есть, следующим этапом написать регистратору домена, жалобу, ну, и если вам все это не помогло, то обратиться к юристам. Но, если вам не помогли юристы, а это часто происходит, то есть, можно открыть арбитраж судебных дел, и посмотреть, как много было выиграно дел, связанных с негативными оценками в интернете. И этих дел выиграно крайне мало. Поэтому, следующий пункт, который появляется, это как раз таки управление репутацией. То есть, все это не помогло, здесь нужно заняться распространением положительной информации по своей компании в интернете. Чем больше вы распространяете, тем информацию о себе, тем меньше будет бросаться в глаза какая-то невызывательная для вас контент. И помните, что если вы не реагируете на упоминания от клиентов, то эти клиенты у вас со временем станет меньше. То есть, все больше людей будут видеть, что вы не реагируете в интернете на какие-то жалобы и так далее. И эти клиенты выберут конкурентов, а не вашу компанию. Ну и, конечно же, вы будете каждый раз терять время, объясняя новому клиенту, почему это все там случилось. То есть, почему вот этот негативный отдых там в интернете есть, вы будете чувствовать смущение, вы будете пытаться объяснить, что там это заказуха или там это неправильно, но здесь часто попытки объяснения бесполезны и в то же время они отнимают ваше время и нервы. Ну, конечно, вы будете хуже спать однозначно, то есть, вы будете думать, что надо было ответить все-таки по-другому или надо было на меня отвечать или надо было сделать что-то еще, это мошеннистно обеспечено. Ну, и люди, которые будут искать отзывы, то есть, успешные кандидаты, которые хотели бы работать в вашей компании, они будут видеть негативные отзывы, будут видеть, как вы не реагировали на них, на этот негатив, и, соответственно, быть может, они предпочтут другого работодателя. и, как я говорил в самом начале, что самый дорогой пункт в работе с репутацией является ее восстановление. Если вы не реагируете, то вы приближаетесь как раз к блоку восстановления репутации, а это самый дорогой процесс. И на этом скрешете я привожу пример, что компании уже озадачились даже тем, что они начинают искать специалистов, которые будут собирать отзывы с клиентов. Уже даже такие вакансии в интернете появились, специалисты по сбору отзывов от клиентов. И если ваша компания не такая, что готова уже брать специалистов по сбору отзывов от клиентов, а делать, что нужно, то вот небольшая инструкция, что нужно делать. Во-первых, вам нужно быстро находить, быстро решать проблему, делать изменения, увеличивать количество статей, количество постов на различных сайтах, количество публикаций. И вам нужно объединить лояльную аудиторию. Как говорил, советовал в начале книгу, которая называется «Платформа». Там можно читать интересные советы по тому, как создать свою платформу, как объединять аудиторию. Идем дальше. Здесь я привожу пример того, как мы распространяем информацию о компании. Это пример сайтов отзывов. мы администрируем более 100 сайтов отзывов и на них размещаем различные компании. На этих сайтах отзывов в сумме более миллиона, более одного миллиона компаний и более тысячи отзывов появляются новых в сутки от различных пользователей. Что здесь есть? Здесь есть вверху непонятное дело различные категории. Слева вверх финансы, медицина, отдых, спорт, образование, банки. Много разных категорий. И внизу есть описание компании. Мы делаем классное описание компании, вставляем логотип, мы даже иногда вставляем такой значок оранжевый, на котором написано лучшая компания по мнению клиента. Но понятное дело, чтобы ставить такие значки и делать подобное, компания должна действительно быть быть лучше по мнению клиента. То есть вы не можете просто себе налепить значков и все клиенты решают, что вы лучшая компания, а на деле вы, допустим, не такая компания. Поэтому важно, чтобы та репутационная работа, которую вы делаете, тот контент, который вы создаете, и тот образ компании, который создает и формирует мнение, чтобы он сходился с реальными делами, которые происходят в вашей компании. Ну и дальше по контенту мы здесь выложили, например, каталог жалюзи, который производит эта компания, вертикальный, горизонтальный, так далее, подробное описание, там можно кликнуть, увеличиться. Особенно важно мы выкладываем фотографии живых комплексов, когда клиентов, которые занимаются встречием живых комплексов, там важно как раз-таки качественные фотографии высокого разрешения, потому что люди, которые выбирают себе жилье, они обращают внимание очень сильно на то, как это выглядит, поэтому важно, когда вы публикуете контент, важно, чтобы ваш логотип, он не размещался как бы коряво или там в низком разрешении, или там текст, который вы размещаете, чтобы он был форматированный, скопированный допустим из Борда, я потом, когда его вставили на сайт, стал хорявым, то есть нужно за этим тоже следить, и важно вам следить за тем, например, если вы большой застройщик, строите жилые комплексы, дома, целые города, то важно следить за информацией, которая размещается на различных сайтах о вашем объекте недвижимости, потому что я встречал такое, что, например, на официальном сайте застройщика одна информация по жилому комплексу, который они построили, а на Википедии другая по этому же жилому комплексу, и непонятно, кому в этом случае доверять больше Википедии, как ресурсу, который является независимым, бесплатным, и незаинтересован в продаже недвижимости, либо доверять официальном сайту застройщика, потому что вроде как хочется доверять официальному сайту застройщика, потому что непосредственно он должен снять сколько каких-то квадратных метров квартирах и дома, либо Википедия, то есть я видел, что информация отличается, поэтому вам нужно следить за информацией, которая распространяется по интернету уже в логово-комплексе. Просто в тематике жилой комплексы происходит такая штука, что есть много порталов недвижимости, и они просто с официального сайта берут информацию, размещают себе, а потом на официальном сайте может информация скорректироваться, поменяться, и сфотография будет уже отличаться. Поэтому нужно постоянно смотреть, чтобы она совпадала. По контенту, который здесь пример сделан нами, мы выкладываем например видео, часто по компаниям выкладываем видео, как специалист компании устанавливает здесь железо, и в данном случае он там все рассказывает, показывает, и человек включает это видео, смотрит, что действительно да, вот так, как у вас специалист, вот так он все сделает, и будет все супер. Ну, конечно же, мы выкладываем в текстовом виде преимущества компании, почему нужно выбрать именно эту компанию, и как всегда есть в самую контакте компании, и самое главное отзывы. По поводу отзывов, например, так как мы специализируемся на бронер поисковых системах, и у нас есть администрации скидоскоп к более 100 сайтам отзывов, и мы правим информацию на всех этих сайтах отзывов, меняем, добавляем, редактируем, не только мы, конечно, там добавляем еще и пользователи, которые просто заходят туда с поисковых систем, и классная штука, которую мы делаем для клиентов, мы меняем дату публикацию отзывов, то есть у нас есть такой пример, что компания 15 лет на рынке строительный, она приходит к нам, и за эти 15 лет у нее появилось несколько негативных отзывов, на самом деле это очень маленькое количество негативных отзывов, штук 4, но так как компания никак не представлена в интернете, она вообще никак не пользуется в интернете, как источником там продаж, и только сейчас она задумалась о том, что нужно быть в интернете, что уже огромное число людей находится уже там, и ей нужно туда тоже приходить, и она увидела вот эти все негативные отзывы, которые там за 15 лет они появились, их было немного, штук 4, но эти негативные отзывы в самом верху находились, потому что никакой другой информации про компанию просто не было, и нужно было что-то делать. Конечно, мы, как всегда, создали классные, множество классных описаний компании, размещали эти описания на сайтах отзывов, в котором мы можем модерировать входящие отзывы, и отзывы, которые мы дополнительно разрабатывали для этой компании, мы меняли дату публикации отзывов, делали соответствующий естественному фону, то есть если компания на рынке 15 лет, то было бы странно, если бы отзывы прошли с 2014 года, то есть сегодняшнего дня. Поэтому мы ставили 2009, 2008 год, 2010, это отлично влияет на формирование мнения о компании, которая будет появляться при поиске информации о компании в Яндексе, например. И в результате мы получаем такую штуку, что если набрать на компанию на виде клап-отзыва, например, там сразу можно выйти на первый сайт, и ознакомиться с описанием компании, можно почитать отзывы, можно написать отзывы и так далее, но в случае, если там будет какой-то заказной негатив, там черный пиар, то эти отзывы, они негативные, они снимутся с публикации модераторам, которые просматривают. И в завершение моего вебинара я бы хотел всем дать такое напутственное слово, что вам нужно распространять и говорить больше своей компании, и чем больше вы о компании говорите, тем меньше ущерба от нежелательных мнений или негативных мнений или недопонимания от клиентов вы получите. Ну и самое главное, что вам в любом случае нужно улучшать свои бизнес-процессы, потому что вы не можете просто так заниматься управлением репутацией без улучшения бизнес-процесса внутри компании. На этом все. Если какие-то вопросики есть, я сейчас готов на них ответить. Также можно мне написать на электронную почту, сейчас мои контакты видно на этом слайде. Можно задружиться со мной в фейсбуке. и можно задружиться со мной на lightninja.ru взять консультацию. Там я зарегистрировал. Друзья, я жду ваших вопросов в чат. Еще пару минут я здесь. Если вопросов не будет, то буду всем желать хорошего вечера. Спасибо вам. Максим спрашивает, стоит ли реагировать на положительные отзывы. Определенно на положительные отзывы стоит реагировать. Таким образом вы даете понять людям, как я говорил, вам нужно демонстрировать, что вам не все равно. И если вы реагируете в том числе на положительные отзывы, вы демонстрируете людям, что вам важно каждое упоминание. И здесь никто не мешает дополнительно прорекламироваться. То есть когда, например, человек пишет положительный отзыв, ты либо написал, и он написал, что там, ну, например, это пиццерия, он написал, что ему понравилась пицца Маргарита, предположим, и человек, который реагирует на положительный отзыв, он, например, может написать, что, ну, поблагодарить, естественно, человека за его положительное мнение, и написать, что, воспользоваться случаем, и написать, что меню скоро расширяется, и у вас там в меню скоро появятся еще и коктейли новые. То есть это будет всем сигналом к тому, что, о, там еще и коктейли скоро будут, реклама. Поэтому, если вы видите положительное мнение о своей компании, то определенно стоит представителю там отреагировать на это мнение, то есть поблагодарить человека. Вы таким образом просто делаете аудиторию зрителей, которые читать будут это, более лояльно. Анатолий Иванович спрашивает, есть ли у вас партнерские программы? Ну, вообще, да, у нас есть партнерка, с партнеркой, кстати, можно ознакомиться, сейчас я вам дам ссылку в чат на нашу партнерскую программу. Помню, да, вот ссылка на партнерскую программу. Также у нас есть, кстати, партнерка для рекламных агентств, веб-студий. То есть, если у вас есть компания, которую вы обслуживаете, вы можете предложить им комплексное управление и репутация в тестовой системе, а мы можем выступить в роли исполнителей, которые могут сделать это профессионально для вас под вашим брендом. Соответственно, все отчетность, которую мы формируем, мы формируем ее под дизайне нашего партнера. Ну, то есть, например, если вы веб-студии заказываете на сайте услуги для своего клиента, мы будем отчитываться по оказанным услугам используя вашу айдентику, вашу фирменность. То есть, по сути, ваш клиент будет думать, что услуги для репутации делаете вы, на самом деле выполняем их мы. Так, Екатерина спрашивает, насколько применимы ваши советы для конкретных проектов? Стоит ли мониторить отзывы на такие проекты на сайтах отзывов? Екатерина, здесь бы было бы отзором написать какой-нибудь конкретный проект. То есть, что имеется в виду под конкретным проектом? Может быть, это тематика компании? Чтобы понять, стоит ли мониторить отзывы о такой компании на сайтах отзывов? По поводу мониторинга. Здесь говорится, например, мониторить отзывы на сайтах отзывов. Как можно было мониторить то есть, получается, как? Есть страница на сайте отзывов, есть описание компании и внизу идут отзывы. Как компанию узнавать о том, что там есть новый отзыв? Мы сделали не так давно такую штуку. Сервис сейчас вам ссылку тоже не выдам. Бесплатный сервис. Он поможет мониторить отзывы, появляющиеся на текст-ринстах, о которых вы уже знаете. то есть, не мониторить весь интернет в поисках упоминания, а мониторить именно конкретную страницу. Например, вы знаете, что на блоге каком-то определенном вашу компанию обсуждают, и вы могли бы эту ссылку на эту страницу добавить в этот сервис. Наш сервис называется Reputation Alert. Он бесплатный. Добавить ссылку на эту страницу, и как только там появится новый пост, такой-либо, вам придет уведомление. Потому что, например, есть примеры, что на работе нет, где отзывы про сотрудников пишутся. там я встречал менеджеров компаний, которые заходят по несколько раз в день с целью узнать, а есть ли там новый отзыв про их компанию или нет нового отзыва. И чтобы сэкономить их время, чтобы они не заходили туда ежедневно, они могли бы просто в сервисе добавить ссылку на эту страницу на работе нет, которая там есть. И, соответственно, если они видят какое-то новое упоминание, новый пост на этой странице, то сэкономить сразу пишут уведомления. Таким образом, не нужно брать время на то, чтобы постоянно заходить, мониторить и так далее. Таким образом, можно добавить сэкономить любую ссылку, можно и форум добавить, ветку на форуме, можно добавить тему в блоге, то есть что угодно можно добавить. Только меняется контент, сразу придет вам на почту уведомления. Так, Екатерина спрашивает, я имею в виду СМИ и их аналоги. Чтобы понять, стоит ли вам мониторить эти СМИ, аналоги соцсети и так далее, нужно понимать, о какой компании речь. Если эта компания сильно упоминаемая, то здесь сто процентов стоит мониторить упоминания в этих СМИ, блогах, соцсетях. Но если ваша компания она это какой-то мелкий салон красоты в спальном районе, то для этой компании мониторить с помощью профессиональных систем мониторинга упоминания в интернете может быть и не стоит. Потому что профессиональная профессиональная мониторинг он стоит денег и соответственно вам нужно взвесить если у вас бюджетный профессиональный мониторинг. То есть стоит ли это того? Если о вашей компании не говорят совсем, то наверное стоит акцентировать внимание не на том, чтобы мониторить вдруг что появится, а на том, чтобы создавать упоминания, создавать описания, создавать статьи, пресс-релизы и контент создавать. То есть в зависимости от популярности вашего проекта. Окей, тогда если вопросов больше нету, предлагаю на этом закончить. Хочу пожелать всем хорошего вечера и успехов в работе, успехов в более качественном обслуживании клиентов, чтобы все клиенты были у нас довольны. всем спасибо и до свидания. До свидания.